Соломбола – остров напротив Архангельска. Там столица корабельщиков русских. В половоде скотину загоняют на кровли домовые. Улицы становятся каналами, как в Венеции. Начинается карнавал на шлюпках. Мастерово-матросский, чиновно-штурманский. И архангел-огородцы, втайне завидуя веселым островитянам, глядят, как мечутся над Соломбою фальшфейры, как взлетают к небу бронскугели и судачат меж собою, вроде бы осудительно. Лишь гулёны какие, хоть бы верфь не спалили. Стоят на слипах корабли недостроенные. Соседнего острова Моисеева издревле машет крыльями мельницы, пилящая доски для деков палубных. А по берегу Двины чистенькие конторы с геранями на окнах, с мордатыми бульдогами на крылечках, на вывесках писано «Офис». Гулом матросской гульбы и бранью на языках всего мира несет от мрачных сарая, украшенных надписями «Таверна». Русские называют иноземцев «Осеями» от «Ай-сей» – «Слушай», а те зовут русских «Слиштами» от «Присказки» – «Слышь ты?». Из этого проветренного мира вышел Прошка-курнос, с измалоосвоившей три нужные вещи – топор, весло и рейсфедер. Не Прошка, а Прохор Акимыч, – говорил о себе отрок. Привольному детству в Солумболе отводилось лишь десять лет, а потом мальчишки шли с топорами на верфи, учились. Но розгами поморы своих детишек не обижали. Русский Север не изведал крепостного права, его лесов и болот не поганила монголо-татарская ига. Поморье извечно рождало своенравных сынов Отечества, ценивших прежде всего ученость и волю вольную. В сундуках бабок хранились древние книги. Поморье верили, что Илья Муромец жил, как все люди живут. А Василиса Прекрасная – это не сказка. Здесь смыкалась Россия новая с Русью старой, еще бы линной, но к сказаниям о садко в подводном царстве прикладывалась четкая геометрия Евклида. Как высоко плыли белые облака. Прошка повиновался дяде Хрисанфу, ведавшему браковкой леса для верфи. В конторе дядиной бревенчатые стенки, завешанные чертежами, много пушечных Гавриила, Рафаила, Ягудиила и Варахаила. Встроенные в Соломбале эти корабли решали громкую викторию при Гангуте. Дядя аккуратно хлебал чай, завезенный англичанами. Над ним висела клетка с попугаем, купленным у голландцев. Подле дяди жмурился на лавке его любимейший холмогорский котище, уже не раз покушавшийся на важную заморскую птицу. «Мяу!» – сказал Прошка коту и почесал его. «Пшшш!» – отвечал кот ловко, царапаясь. «Животное умней тебя и сама к тебе не лезет», – сурово сказал дядя. Он был расстроен письмом из Петербурга. «Пишет мне Тиммерман столичный, будто Михаил Васильевич болеть начал. Где бы тебе, Сломоносова, примеры брать? А ты еще с котом никак не наиграешься, ведь голландского-то так и не осилил. Так я ж англичский дядечка знаю. Этим-то в наших краях даже кота не удивишь». Вечером у дяди собрались знатные мастера архангельского адмиралтейства – Амосов, Портнов, Игнатов и Касатонов – Катасонов. А Прошка прислушивал за столом, разговоры умные слушал. Корабельщики матерно избронили графа Александра Шувалова, который свою монополию на вырубку северных лесов уступил англичанину Вильяму Гому. Необозримые леса трещали теперь под топором иноземным, топором беспощадным. Гом устроил верфь на Онеге, быстро собирал корабли, которые увозили лесины в Англию, но обратно не возвращались. Наконец гости обратили внимание на Прошку. «Не ты ли, малец, сын Акима Курносова, которого цинга на Груманте дальнем сожрала?» Груман там звался Шпицберген. «Я, спасибо, дядечке, учит и кормит». Дядя пригласил кота на колени, гладил его. «Стыдно сказать, господа мастеры, племянник мой до сей поры дожил, а голландского так и не постиг. Во лодырь!» «О чем нынешняя молодежь думает, – дружно заговорили корабельщики, – и как можно без голландского обойтись, ежели весь термин «морской» на голландском основан? Нам без голландского, как ученому без латыни. «Сколько же лет тебе, бестолочь худая?» «Тринадцать уже!» И Прошка заплакал. «Ничто!» – сказал дядя, кота за столом с семгой, ублажая. «Вот уже! Это еще не слезы! Скоро будут ему подлинные рыдания!» Весною отвел он Прошку на голландский трамп, грузивший бочки с шенкурской смолою. Дядя Хрисанф ударил по рукам со шкипером на уговоре, а племянника рублем одарил. «Что останется, вернешь. И пока голландского не осилишь, соломбову лучше не возвращайся. Не приму!» Прошка стал юнгой. «Подай, убери, брось, подними!» Полгода проплавал на трампе в морях северных, пока не заговорил по-голландски, а рубль зашитый в полу куртки берег. Его высадили в Ливерпуле, где больше надежд на попутное судно. Ютился мальчишка в доках, по харчевням чужие объедки пробовал. Однажды зашел в голландский хаус погреться. К нему сразу подсел черт одноглазый, выкинул перед ним кости. «Ноу!» — отказался играть с ним Прошка. «А нож у тебя, сын пушки, длинный ли?» «Не из пушки я выскочил, а нож во!» «Дай с моим сравню, не короче ли?» И нож отобрал. «Клянусь невыпитым джином!» — засмеялся он. «Ты еще не локал гав энд гав с сырыми яйцами!» «И тогда верну тебе кортик!» Жалко было терять нож. Прошка выхлебал горячий, как чай джин с яйцом. Язык с трудом повернулся в обожженном рту. «Мне бы в Архангельск! Я ведь слишь-то!» Он валялся на палубе, рядом с ним мчались вон. «Продал меня одноглазый! Продал псина паршивая!» В раскорячку подошел ботсман и огрел его кошкой с крючками. Началась служба. Язык команды был сбродный, а чаще слышалась трескотня по-испански. Жили в форпике, похожем на ящу. Под кубриком лежали известковые плиты, впитывая в себя мочу и блевотину. Отбойчик с водой уразила падалью. Пробовали ее кипятить, но вода воняла еще гаже. Нарастало яростное жарище, будто корабль спешил прямо в пекло. И юнга спросил соседа покойки. «Куда плывем?» «За живым шоколадом!» – тихо ответил тот. Матросы были бездомной сволочью. Из-за каждого куска дрались, ножами резались, еду воровали. Прошка впервые в жизни увидел моряцкую казнь. Убийца, убийцу на сутки привязали лицом в лицо к трупу. Потом, обняв свою жертву, он с криком полетел за борт. Только вода взбурлила, сделавшись красной. Акулы! Заодно со всеми голодранцами Прошка тянул. Упругие шкоты хрипел черным ртом. «Еще не бывал я на Конго-реке! Дернем, парни!» «Дернули! Там жмет лихорадкой людей в кулаке! Дернем, парни! Дернули!» Ночью, подобрав паруса в рифы, вошли в большую реку, стали загружаться живым шоколадом. Негров укладывали в твиндеки рядами, будто поленья в печку. Подняли паруса, понеслись в океан. Мертвых негров никто не видел. Их выкидывали за борт еще полуживыми. И теперь акулы приткнулись рылами к самой корме корабля, будто свиньи к сытой неиссякаемой кормушке. Но однажды Пайлот, штурман, вызвал Юнгу к себе, велев ему очистить мышеловки. Прошка загнал пойманных крыс в парусиновый мешок, через плечо Пайлота глянул в карту. Черта курса тянулась к Америке. Это был Милд-Пассиж, знаменитый маршрут работорговли. Офицер треснул мальчишку кулаком по зубам. «Не смей подглядывать в карты! Вон!» Прошка выкинул забор тяжеленный мешок с визжащими от страха крысами. Вдалеке едва забрещил неизвестный корабль. Матросов кошками и свистом разогнали по мачтовым реям, ставить все-все-все паруса. Но вдруг заштилило. С громким хлопанем заполоскали треселя. Со страшной высоты фор Марса Прошка видел, как помикли паруса и на догонявшем их фрегате. Но там из бортов проворно выставились большие черпаки весел. «Уж не пираты ли?» – испугался Прошка. Рядом с ним, вцепившись в снасти, висел старый бывалый матрос с отрезанным в пьяной драке ухом. Он крикнул в ответ. «Англичане! В этом-то и беда наша, щенок!» Прошка скатился по вантам. Ядро в дребезге разнесло релинги. Чья-то жаркая кровь, ударив в лицо, аж впарила юнгу, будто в него плеснули кипятком. С губительным треском, разрушая фальшборты, фрегат короля навалился на судно. Морская пехота прыгала на палубу с саблями. Короткий окрик шеи капитана, пайлота и боцмана мигом обвили пеньковые галстуки. Ужасный вопль резко оборвался, когда они повисли над бездной, вровень с бессильно хлопающими парусами. Мальчишка невольно взмолился. «Святый Никола! Сбереги меня, сиротинушку!» Построив команду, англичане каждого третьего вешали, без разговоров. Реи украсились гирляндами покойника. Прошка оказался вторым. Негров так и оставили в твиндеках, а матросов загнали в трюмы. Раз в день давали потаж, варива из объедков победителей. Недели через две люки раздраили, и все разом ослепли. Райский город празднично сверкал на берегу. Гавана. Здесь англичане всех подряд перепороли плетьми, и Прошка вылетел прямо в этот блаженный, пахучий кубинский рай. Огляделся. Мраморные дворцы, прекрасные синьориты верхом на осликах. Прошка зашел в харчевню. Толстущая мулатка с цветком в зубах расхохоталась. «Мальчик, почему у тебя такие белые волосы?» Прошка уже научился понимать испанскую речь. «Это потому, Донна Белла, что я приплыл из такой страны, где много-много снега, и он белее вашего сахара». В гамаке качался Янке в штанах из красной замши. «Как мне выбраться отсюда, в Архангельск?» «Впервые слышу о таком городе», – ответил Янке. «Спасибо ему». Он заказал яичницу с креветками, угостил Прошку и ромом, потом дал дельный совет. «Отсюда в Россию никогда не выберешься. Впрочем, попробуй на испанском Голиоте добраться до Кадикса или лучший приятель. Плыви сразу в Канаду, где англичане колотят французов. Там бывает немало кораблей из Европы. Скажи, ты когда-нибудь стоял ли ночью у штурвала, ведя корабль по Кампасу?» «Дело не хитрое. Могу и по звездам. Хочешь, я возьму тебя до Нью-Йорка?» «Простите, сэр, я не знаю такого города, но оттуда до Канады расплюнуть». «Пошли», – согласился Прошка. На американском судне, перевозившем шерсть, Юнга впервые попробовал сытный янки-хаш. Картофель, перетертый с мясом. После долгих странствий увидел он белых овечек на зеленой траве, издали помахали ему крылья лесопильных мельниц. Дядя Хрисанф сидел в конторе, привычно подсчитывал лесины на складах, а кот нежился на лавке, лениво жмуря янтарные глаза. «А, вот и ты! Нагулялся, племяшек!» Прошка поклонился дяде в пояс нижайший и рубль дареный вернул, сказав, что сберег его, как память. «Порадую вас, дядечка, успехами! Голландский постиг, по-гешпански тоже могу, иной раз дух от чудес захватывало. А я все вас и вашего кота вспоминал с лаской!» «Мяу!» «Пшш!» – ответил кот, быстро его оцарапав. Дядя посмотрел на босые ноги племянника, обувкой, гляжу, не обзавелся, а на шее отметина. «Это ножом!» «Ладно, бог миловал!» «А ногу-то чего волочишь, как бабка старая?» «И сбили, и в люк кинули. Пройдет и это!» Прошка сел и спросил, какие новости в России. «Помнится, императрица Лизавета болеть учала?» «На том свете ее черти подлечат!» «Поздравляю тебя с новою государыней на Руси, с Екатериной по счету второй. Ныне она на Москве зажилась. Корону примеряет. «Это дело не наше, не поморское. Пусть чай, цари балуются, а нам работать надо!» Целую неделю его не трогали. Потом заточил топор, пошел трудиться на верфи. Возле молодых кораблей хорошо пахло. А где-то страшно далеко от Соломболы гремели московские колокола. Валентин Пикуль. Фаворит. Глава полмира за один рубль. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Канал Веб-Рассказ. Продолжение следует...